И хай народ, у аппарата как всегда не смену ведущий, и я Дэн Фоб. И сегодня мы с вами продолжаем играть в такую визуальную новеллу под названием Карпов. Еще раз повторяюсь, как ее скачать, можно найти в стиме, или можно перейти по ссылке в описании или закрепленном комментарии, перейти в группу вконтакте, подписаться на нее, и там в сообщениях можете написать. И купить игру. Игра стоит 165 рублей. Я считаю, что это не деньги, она, во-первых, очень качественная, хорошая. Поэтому переходите и как бы играйте в игру, она очень отличная. А те, кто со мной смотрели до этого видеопрохождение, или кто-то, кто пришел впервые, добро пожаловать. И давайте мы с вами все-таки продолжим изучать тайны астрала, осознанных снов и прочее. Мы остановились с вами на вот этом выборе. То есть, значит, у нас выбор только пока что доступен один. Еще раз повторяюсь, игра пока что еще, как бы сказать, в процессе. То есть, вы так же можете играть, играть, пока вот она постепенно уходит и выходит. То есть, отличная игра. То есть, у нас только пока что один вариант «Да». У нас, походу, как я думаю, появятся либо три, либо два варианта действий. Но пока что «Да». Вот. То есть, хоть какие-то выборы-да есть. Так, ну, значит, спросить про вастрал у Аделя и Каролин. Да, значит. И, смотрите, вот улица прикольно сделана. Мне она нравится. Там немножко видно азиатские эти иероглифы. И вот тут даже за Аделем видно вывеска, что тоже с азиатскими иероглифами. То есть, локация, походу, это, как сказать, сделана под японским стилем. То есть, прикольно. Мне вот нравится. Что ж, жмем «Да». Раз уж есть такой неизведанный мир, как Астрал, я должен был узнать, как туда попасть и исследовать его. Да и я сам начал заниматься осознанными снами, потому что мне слишком скучно в реальном мире. Ну и как же мне выйти душой из тела, если я захочу это сделать прямо сегодня? Дима превратился в слух и впитывая каждую произнесенную фразу. Адель тяжело вздохнул, а Каролина с удовольствием проложила разговор. Мальчики, смотрите. Первое правило – не нужно ничего бояться, иначе вы рискуете умереть от сердечного приступа. Нужно понять, что там вас никто не тронет. Это очень крутое место, куда может попасть каждый. Слышали что-нибудь о сонах Боролича? Мы с Димой закивали. Дима только открыл рот, чтобы поделиться мыслями, как Каролин тут же приложил палец к губам. Ничего не говорите. Я уже сто раз слышала эти бредовые байки о том, как черт садится на грудь и душит. Или о том, как вы в ступоре не можете пошевелиться, и вас окружают демоны. Так вот, на самом деле это все неправда. Сон и паралич – это естественный процесс в нашем организме. Когда мы ложимся спать, сначала засыпает сознание, затем уже все тело. Мозговая активность снижает активную деятельность, как и другие естественные процессы в теле. Все, кроме дыхания и процесса проглатывания слюны. Это нужно для того, чтобы организм лучше восстанавливался. А вот, когда приходит время просыпаться, происходят обратные процессы. Сначала мозг запускает все тело, затем просыпается сознание, чтобы управлять телом. Пояснение было длинным и понятно, но у меня на ночь глядя голова стала пухнуть. Так вот, иногда в организме происходит сбой, и сознание просыпается раньше, чем импульс и пробуждение дошли до тела. В этот момент сознание бодрствовало, но у него нет доступа к телу, и двигаться человек не может. Есть два варианта решения. Либо этот процесс скоро закончится, и вы проснетесь, либо сознание заблудится в мыслях, и вы уснете. Но есть еще один вариант. Каролина понизила голос до заговорочного шепота. Мы с Димой затарили дыхание. Можно почувствовать свое ментальное тело и выйти из вашей смертной оболочки. Я остался в недоумении. Судя по всему, Дима тоже не совсем понял, к чему была эта лекция. Адель остановил ее и сказал. Ладно, Каролина, смотри, ты утомила ребят. Думаю, на сегодня мы и так много наболтали. Для первого дня знакомства мы уже показались максимально странной парочкой. Ребята, надеюсь на ваше понимание. Нам пора. Адель очень быстро капитулировал и утащил сестру в темную улицу. Мы даже не успели нормально попрощаться. Да и с Димой стояли молча. Не в силах что-то произнести, я продолжил взгляду сюда, где недавно исчезли брат и сестра. Дима отошел от монолога Каролины первым. Он достал наушники и сказал, что ему хочется прогуляться одному. На этой ноте мы попрощались и я двинул в сторону дома. Переход хороший, мне нравится. В квартире я был давно за полночь, поэтому родители снова спали. Кстати, давно я их не видел. Надо будет завтра позавтракать с ними, а то совсем как неродной. Приняв душ и переодевшись, я лег спать. Кстати, моего родителей еще ни разу не видели. Для осознанных снов я использовал отличную слову Каролину Методику. Я старался осознать себя во сне, а не поймать момент засыпания. Но находясь под впечатлением от разговоров с девушкой, я решил дождаться того момента, когда мое тело уснет. Если быть точнее, решил попробовать сфокусироваться на моменте засыпания. Я лег на спину, руки расположил вдоль тела, укрыл себе одеялом, все кроме головы и ног. Осталось просто подождать. Тишина. Я слышу, как за окном кто-то ходит, как листья шелестят на ветру. Время, хочется поменять положение, но я этого не делаю. Надо держаться, стойко и непоколебимо. Мысли стали утекать от моего контроля. А перед глазами возник образ Каролины. Она улыбается и куда-то звала меня. Пойдем с вами. Тебе понравится. Конечно, мне понравится. Девушка игривая взяла меня за руку и пыталась куда-то отвезти. Ее образ сменился Сергеем. Тот шагей, который сурово смотрел на меня из-под лоба и стал грызть кулаком. Я тебе еще устрою. Грозить кулаком. Мешанина из образа стала все более неясной, проращаясь в сплошные цветные пятна. Не знаю, сколько это продолжалось. В глазах зарябило. Внезапно весь водоворот прекратился. Возник образ улицы, а на ней появился конь. Тот самый из моего последнего сна. Весь внешний вид говорил о его дружелюбии. О, он повернулся ко мне и произнес. Здорово, друг. Ты опять тут? Привет. Тут до меня дошло, что я уже уснул. Конь смотрел прямо на меня. Чего ты встал, как вкопанный? Подвезти тебя? Еле сам дойдешь. Черт, как я мог уснуть? В один момент я чувствовал свое тело, но не сейчас. Я стоял на дороге во дворе с этим конем и уже не мог почувствовать себя в реальности. Да ты мне все сбил. Повысил я голос на коня, не находя оправдания своему состоянию. Я сбил? Да ты сам все сбил. Есть осознанные сны, а есть... Астрал. Ты сам сюда пришел? Да, кстати. Как по мне, хорошо, что ты тут, а не там. Кстати, да. В словах собеседника улавливался здравый смысл. Хотя я решительно не понимал, как оказался в осознанном сне. И то верно. Согласился я вслух, хотя так и не смекнул, что такое там. Откуда ты такой настоящий? А ты откуда? Ну, я есть я. А я есть я. Погоди. Разговор подходил на беседу двух сумасшедших. А почему-то логично наше общение навеяло мне сказку об Алисе в стране чудес. Ты же всего лишь образ, который создало мое подсознание. Откуда столько осознанности в твоих словах? Конь смирил меня таким взглядом, что я почувствовал себя последним драком на свете. Тем не менее, конь шмыхнул и ответил. Ты никогда, наверное, об этом не думал. Но ты тоже образ, который создало твое подсознание. Определённой логики у коня была, а вот откуда она взялась? Вот это вопрос интереснее. Тогда вернёмся к первоначальной теме диалога. Куда ты хотел меня подкинуть? Садись и увидишь. Смысл в отказе я не видел, да и в принципе каких-либо сомнений не испытывал. Может это и есть врождённая чуйка человека? Снова запрыгнув коню на плечи, обхватив ногами туловище. Своим фирменным рывком конь оторвался от земли и устремился вперёд. Ветер бил в лицо с такой силой, будто я еду на мотоцикле без шлема. Ветер чуть не ли сносил кожу с моей головы, а дышать становилось почти невыносимо. Очень-очень реальное ощущение. Откуда? Немыслимо. Я же сплю. Как-то не быстро. Еле плетёмся. Как я смог вообще произнести слова? Ещё одна загадка. Я только из-за тебя переживал. Тогда... Держись крепче! Глаза и без того, слезившиеся от ветра, перестали меня ослушаться. Ветер пронизывал до костей так, что я продрог до чёртиков. Зубами стучать не вышло. Меня по инерции силой бросило вперёд на спину коня. Из меня будто последний дух вышибли. Погодите, это что, край моей фантазии? Да нет же. Ты можешь спокойно дорисовать тут, что пожелаешь. Просто отсюда лучше видно. Видно что? Просто послушай. Пока не обязательно вглядываться туда. Слушай. Для пущей концентрации закрыл глаза. Пойдём за мной. В голосе слышалось некое девичье заигрывание. Пойдём. Пойдём. Сердце забилось с такой скоростью, словно хотело пробить в груди дыру. Успокойся. Я вижу твою энергию. Её хватит, чтобы выйти. Борись. Меня накрыла паника снова. Я держал курс к моей кровати. Мой мозг уже бился в агонии, пытаясь мобилизовать силы для защиты. Пыталась выковать мои глаза, чтобы забрать их. Ну а на этом, ребят, всё. Игра пройдена. Ждём, ждём. Теперь, когда разработчики дропнут новые эпизоды, также следите за ними в группе ВКонтакте, переходите по ссылке, подписывайтесь. Если вы хотите приобрести игру, то пишите им сообщение, они вам дадут ключ от игры этой новеллы. То есть, покупаете и смело играете. Передаёте привет от меня, им будет очень приятно. Ну а на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.